Привет! Железнодорожная отрасль в СССР была одной из главных. СССР обладал самой большой и протяженной сетью железных дорог. Помимо строительства новых линий, в советский период сделана техническая модернизация путей и подвижного состава. Все значимые магистрали сделали двухпутными, многие участки электрифицировали, а паровозная тяга была исключена. Какой же подвижной состав был в советские годы? Об этом мы и поговорим в этом видео. Это 10 легендарных советских локомотивов. Номер 1. Т-2. Грузопассажирский двухсекционный восьмиосный тепловоз с электрической передачей. Выпускался с 1948 по 1955 год на Харковском заводе транспортного машиностроения. Построено 528 тепловозов. Большинство тепловозов серии Т-2 первых годов выпуска поступило на дороги Средней Азии. Остальные машины отправились на дальневосточную, за Байкальскую, Донецкую, Закавказскую железную дорогу. Конструктивная скорость тепловоза составила 93 км в час, а вес 170 тонн. Номер 2. Т-3. Тепловоз с электрической передачей выпускался с 1953 по 1973 год на Коломенском заводе, Луганском тепловозостроительном заводе, Харковском заводе транспортного машиностроения. Серия Т-3 является самой массовой, хотя в процессе эксплуатации часто горели из-за плохой системы охлаждения. Тепловоз развивал скорость до 100 км в час, а мощность одной секции составляла 2000 лошадиных сил, что в два раза больше мощности Т-2. Позже на Т-3 была увеличена высота кабины машиниста. Всего было выпущено 6808 таких локомотивов. В настоящее время Т-3 не эксплуатируется на магистральных направлениях. Их начали массово списывать в середине 80-х. Тепловозы были отправлены на металлолом, либо переданы промышленным предприятиям в качестве маневровых локомотивов. Номер 3. ВЛ-22 с индексом М. Электровоз назван в честь Владимира Ленина. Выпускался с 1946 по 1958 год на Динамо Коломенском заводе, Новочеркасском электровозостроительном заводе. Это первый советский крупносерийный электровоз. Выпущено 1542 электровоза. В отличие от ВЛ-22, ВЛ-22М имел более мощные тяговые электродвигатели. Электровозы ВЛ-22М, обладая трехосными тележками, были гораздо лучше приспособлены к вождению поезда при горном профиле с уклонами большой крутизны. Номер 4. Л-3653 «Победа». Разработан в конце Второй мировой войны под руководством Льва Сергеевича Лебедянского и академика Сергея Петровича Сыромятникова. Выпускался с 1945 по 1955 год на Луганском тепловозостроительном заводе. Построено 4200 паровозов. Это самый массовый и востребованный паровоз после Великой Отечественной. Был предназначен для обеспечения грузовых перевозок, чтобы восстановить промышленность и города. Конструкционная скорость паровоза составляет 80 км в час. В настоящее время используется в качестве экскурсионных транспортных средств. Л-3653 «Победа» также стала героем многочисленных фильмов СССР о времени после войны. Номер 5. 2Т116. Двухсекционный тепловоз с электрической передачи. Выпускался с 1971 по 2007 год на Луганском тепловозостроительном заводе. Построено 1745 тепловозов. При необходимости каждой из секций может быть использовано как самостоятельный тепловоз. Тепловоз обладает мощностью 6120 лошадиных сил и конструкционной скоростью 100 км в час. У железнодорожников этот локомотив получил прозвище «Горбатый» за характерную форму крыши «Фантомас» и «Боинг» за характерный свист набирающего обороты турбокомпрессора при разгоне тепловоза, похожий на шум реактивных турбин при взлете одноименного самолета. Номер 6. Р-2. Выпускался с 1962 по 1984 год на Рижском вагоностроительном заводе. Построено 850 составов. Для возможности формирования из 9-ти вагонных электропоездов составов с меньшим числом вагонов, Калининский завод в 1964-1970 годах выпускал отдельно головные вагоны. В 1974 году изменена форма кабины с круглой на прямоугольную. Для автоматического поддержания напряжения в бортовой сети впервые применена электроника. Электропоезда Р-2 не имеет электрического торможения, однако оно появилось впоследствии у модификации Р-2Р-Р-2Т. Номер 7. 2Т-10М. Магистральный грузовой тепловоз с электрической передачей постоянного тока. Производство машин стартовало в апреле 1979 года и велось на заводе Варешилов в Граде. Их производство продолжалось до 1990 года, после чего их сменил более совершенный вариант локомотива. Устройства тепловоза позволяют производить управление всеми параметрами секции с одного пульта управления машиниста. Конструкционная скорость рассчитана на максимальную скорость до 100 км в час. Номер 8. М-62. Магистральный шестилосный тепловоз выпускался Луганским тепловозостроительным заводом с 1965 года по 2001 год. Построено 1979 тепловозов. Гораздо больше машин было выпущено в модифицированных версиях. Изначально планировалось использовать обозначение Т-112, но поскольку Венгрия выступала заказчиком, она потребовала сменить название на М-62, так как это соответствовало той системе обозначений, которая была принята на венгерской железной дороге. Согласно этой системе название М-62 можно было решифровать как дизельный локомотив шестиосный второго типа. Изначально название М-62 должно было использоваться только на территории заказчика, а в СССР тепловоз должен был называться Т-112. Но поскольку еще на этапе проектирование руководство СССР планировало поставлять тепловоз не только в Венгрию, но и в другие страны, было принято решение оставить название М-62. Номер 9. ТЭП-70. Пассажирский тепловоз с электрической передачей. Выпускался с 1973 по 2007 год на Коломенском заводе. Построено 614 тепловозов. ТЭП-70 представляет собой односекционный двухкабинный локомотив. Тепловоз оборудован локомотивной радиостанцией. Телемеханической системой контроля бодрствования машиниста ТСК-БМ. Автоматическим устройством для аварийной остановки поезда. Системой газового пожаротушения. Крыша кузова состоит из отдельных съемных секций, что упрещает сборку и ремонт оборудования, установленного на тепловозе. Номер 10. ВЛ-10. Магистральный грузопассажирский электровоз постоянного тока, выпускавшийся Табилисским и Новочеркасским электровозостроительными заводами с 1961 по 1977 год. Для уменьшения колебаний и вибрации кузова между буксами и рамами тележек были установлены фрикционные гасители колебаний. Между рамами тележек и кузовом гидравлические гасители. Электровоз состоит из двух четырехосных секций. Конструкционная скорость локомотива составляет 100 км в час. Было построено 1904 электровоза. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, делитесь роликом с друзьями, ставьте лайки, а также не забывайте заценивать наши предыдущие видео. Всем хорошего настроения, всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok